Друзья, привет! Это вновь ваша любимая программа «Питстоп». Вы заехали к нам. Здесь вас ждет Аркадий, Оксана, Влад и Сергей. Тема нашей сегодняшней программы – мы будем обсуждать вдохновение. А вдохновение бывает разное. Вы спросите, что за вдохновение и вообще к чему. Скажите мне, пожалуйста, друзья, чем вы пытаетесь себя вдохновлять, когда вам не хочется что-то делать? Как вы начинаете свой день, как вы начинаете свой обычный день, когда вы идете на работу, на учебу? Что вам нужно, чтобы было вам хорошо? С утра. Допустим. Давай начнем с утра. Мне кажется, я забываю даже, что мне нужно с утра вдохновение какое-то. То есть ты встал и для тебя... Ты просто начал день. До последнего времени так бывает. Ежедневные процедуры и все, и пошел дальше. Рутина самая то. Да, интересно. Не, ну мне кажется, что вдохновлять – это все-таки должно на что-то прекрасное. Мне почему-то сразу представляется художник, ну или какое-то искусство. На что нужно вдохновение, правда. И у каждого человека наверняка есть не вот как раз не та рутина, которая нас преследует каждый день, а что-то любимое. Что-то толчок какой-то, чтобы начать действие. Ты утром встаешь, например, просто идешь на работу, да, это тупо. А вот ты встаешь, например, часа в 4 утра, и у тебя... Идешь на работу. Вот это страшно. Нет, 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 у тебя путевка в кармане, и ты такой, ты едешь в аэропорт, самолет, короче, в отпуск. И вот это вдохновение. Чтобы встать, прикиньте, вот, да? Обычно работа – это так. Ты не попадешь на работу, я так понимаю, да? Ну, конечно. А стимуляция, чтобы ты не попал на следующий день на работу, это работа еще целый год. Скорее, не попадешь вообще на работу больше, если так будешь делать. Нет, ну вот это, конечно, вдохновение, чтобы тебе встать даже в 3 в 2, в 3 в 4 утра, это не важно. Да, но у тебя, наверное, не каждый день ты едешь. Ну, ты знаешь... Ну, это понятно. Да, ты каждый день же не найдешь такую путевку в себе. Вернее, найдешь, но деньги не найдешь. Нет, вдохновение, вот, на мой взгляд, мне, про меня могу сказать, мне именно дает не то, что вдохновение, а дает стимул к тому, чтобы каждый день вставать, что-то делать. И бывает это смежная, то есть и рутина какая-то, которую, правда, нужно выполнять для того, чтобы получить деньги, например, или что-то еще, которое не очень приносит удовольствие. И одновременно с этим потом приходит вечер или день какой-то вот особенный, когда ты занимаешься своим любимым делом. Если работу любимую, то это любимое дело каждый день, это хорошо. Меня вдохновляет к этому старание для других. Вот, на мой взгляд, вот могу простыровать, для чего я вообще стараюсь, для чего я стараюсь вообще. Вот, я, мне вот больше как-то, вот, не знаю, запоминается то, что не просто для себя купить себе новых шмоток, или чего-то еще вот чисто для себя. Мне вот кажется удовольствием заработать или что-то сделать для человека, для другого, для любимой девушки, для родителей, вот для своих родных, близких, для друзей. То есть, по сути, по сути, тебя вдохновляет цель. Да. То ты поставил цель, для чего ты работаешь, не важно, какая это работа. Ну, как бы это важно, но важнее, то вот цель, для чего ты это делаешь. Да, 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 да. Мне вот, ну, это, может быть, еще от характера зависит. У меня просто, не знаю, у кого как, но мне очень нравится дарить подарки. Соответственно, чтобы мне дарить всем подарки, например, или кому-то. Я стою в 3 утра. Если я хочу, мне нужно вкалывать и зарабатывать. Как Дед Мороз. Всего года работать, чтобы с тем как бы подвалить подарки. Да, одним из вдохновений может быть вообще здоровая штука, когда вы, скажем, не спите до 2 часов ночи, ну, или до часа, там, не знаю как. О, как. Вы уже вдохновлены ночью, потому что вы придумали какой-то есть бомбовый проект, бомбовые идеи, которые вы должны, не знаю, просто усну в 3, встану в 7 и сделаю вот это просто первое с утра. Это классное вдохновение. Вот, а так в целом, ну, в нормальном обществе, скажем так, назовем, я имею в виду, даже это было, это имело место быть, скажем, может быть, даже до интернета или что-то такое. Это вот когда люди вставали с утра, может быть, делали какие-то небольшую прогулочку, потому что это давало им силы, давало им какое-то настроение. Не знаю, для кого-то это, может быть, какое-то чтение, чтение чего-то. Скажем, если говорить, ну, в стандартном понимании христианина это будет, это молитва, это общение с Богом. Чтение Библии. Да, вот, но, опять же, я говорю стандартным, то есть, как бы, ну, не у всех так получается. У кого-то это может быть просто, там, кружка кофе, там, например, или кружка чая. Вот, я, ну, других, других людям могу сказать, и я знаю, есть такие люди, которые встают и слушают определенную музыку, потому что они так вдохновляются на этот день. Вот, так что у всех поздно. А вот для тебя, Влад, вот что, ты бы, ты мог сказать, что это тебя вдохновляет? Действие такое-то, как... Сейчас, в данный момент, я думаю, что я нахожусь в этом плане в поиске. То есть, я знаю то, что каждый из перечисленных вещей, то есть, да, мне приятно это, вот. Но, чтобы она была регулярной, именно вот так и начинать день, наверное, нет. Это, скорее всего, приходит тогда, когда у тебя, ты в жизни полностью, то есть, скажем, ну, ты пришел к чему-то, ты знаешь, что ты хочешь делать, и у тебя, в принципе, настраивается так... Определился в определенной цели. Да, полностью, да. То есть, есть люди, которые, скажем, ну, вот работает человек лет 15 в одной и той же стезе, она ему полностью нравится, эта работа, вот. И, ну, он удовлетворен полностью. Но, чтобы каждый день эта рутина была интереснее, и он делает себе какое-то одно и то же рутинное вдохновение, скажем, тоже для себя. Мне кажется, есть такие моменты в жизни, когда вот ты вдохновляешься от каких-то вещей, там, например, я очень люблю музыку, игру на гитаре, и когда мне там надоело все, я там уже что-то там начитался много, или по учебе, или наработался, я просто пришел, сел на гитаре, и пару аккордов просто меня вдохновляет. Да, именно пару аккордов. Пару аккордов. Да, пять минут тебе дает просто все. Пять минут, и жизнь просто наладилась, да? Пару аккордов, пять минут достаточно. Казалось бы, такой рецепт, ну, он, конечно, не для всех подходит, у кого что, там, у кого-то, кто-то приходит, наоборот, там, на компьютере, там, одну партию, там, в доту, что-нибудь, что-нибудь поиграть, там, например, или кто-то приходит ему, там, посмотреть, там, серию мульти какого-нибудь, или кто-то просто пришел поспать час, вот, тупо поспать и вдохновлять. Ну, вот, есть такие моменты, когда, вот, опять же, говоришь, уже говорить о компьютере, уже, я вот сказал, все, что перечислил, это было как-то, ну, вне, наверное, компьютера, вне технологии, вот, а есть же моменты, когда, скажем, у нас сегодня есть социальные сети, все такое, и, мне кажется, это иногда переходит не совсем здоровую вещь, когда человек просыпается с утра, и, видишь, и... Я говорю, почему? Она говорит, я больше не могу, я пошла смотреть вдаль, потому что, ну, это реально, это и вдохновение, вроде, и глаза отдохнули. Может, это, это... И потом все так... Кодовое название. Почитать, например, Даля, словарь. Вдаль, да. Нет, нет. Посмотри, вдаль, точно, я смотрю за словарь, понимаешь? Это все правильно, потому что в действительности, когда мы, скажем, опять, возвращаясь к каким-то социальным сетям по утрам, назовем это такое, так, вот, человек, он, может быть, узнает что-то о том, что происходит вне, но в действительности он себя еще больше окружает, он себя закрывает, вот, и поэтому хочется посмотреть вдаль. А правильно ли, вот, привязывать себя к вот таким ежедневным процедурам? Таким вот, например, которые, вот, ты говоришь, негатив пошел, например, от того, что кто-то может зайти, расслабиться в интернет. Просто там посмотрел какие-то видео, там, ни о чем, а потом это усугубляется, и этот человек проводит просто, приходит с работы садиться за компьютер, глаза только туда, встает с утра, и у него первое, он не зубы чистит, он просто с кровати встал и сразу за мышку, за компьютер. Ну что ж, я могу перечислить несколько болезней, которые развиваются. И то же самое, я не знаю, это совсем, может кто-то сказать и про кофе, кашку кофе, это может, он сказать, ой, как хорошо мне стало сегодня утром, а дай-ка я каждый день буду, а потом так, а чего бы не 10 кружек, и так это все развивается, то есть это уже просто каких-то, уже катастрофических. Это большая вера в сердце, если 10 кружек. Чем ли правильно увлекаться, вот своих, как правильно? В поисках, допустим, вдохновения. Да, 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 вдохновения. Просто мне кажется, мы должны понять, как оно на нас влияет, и вопрос, влияет ли оно именно. Даже могу сказать про себя, про то, что я сказал. Например, про цель того, чтобы развиться или заработать для того, чтобы сделать подарки или что-то еще, ну, для кого-то. Я понимаю, что во мне это воспитывает трудоголика жуткого. И кто-то может сказать, ты вообще начинаешь просто нещадно просто день и ночь и думать о том, чтобы где денег достать, как провернуть деньги, как лучше сделать. Подарки или там кредит. Кредит, и все остальное. И начинаешь просто все просто. Ипотековать. Это стимулирует уже больше. Это уже из банка тебе стимулирует звонок такой просто. Звонит такой. И вдохновляет тебя. Вы ставили на работу, а то вам кредит 5 числа отдавать. Кстати, было бы здорово, если такая была. Глазная служба вообще. Мне кажется, сотрудникам банка стоит посмотреть эту программу. Вы этого не слышали, пока это наша идея была. Друзья, я вот читал недавно хорошую книжку «Как упорядочить свой внутренний мир». Там написано о вдохновении. На самом деле, там больше позиция христианина, который верит в Бога и который верит, что Бог... Ну, я тоже в это верю, конечно, его разделяю в мнении. Бог может вдохновлять человека, но человек должен не строить свои вдохновения на чем-то внешнем. Ты должен строить свои вдохновения на внутреннем. Он сравнивает наше сердце, нашу душу, как сад, который тебе постоянно нужно возделывать, за которым нужно следить и который принесет в свое время плоды. И когда в таких трудных ситуациях, например, стрессовых, когда многие люди просто у них все, они там сходят с ума, в психушку, когда они бросают все, там вешаются, поканчивают жизнь самоубийством и так далее, в такие моменты этот человек, который смог свой внутренний мир упорядочить. Это и цель, как бы, в этой книжке. И, так скажем, построить так, чтобы именно у тебя был стержень, который тебя, когда ты просыпаешься, чтобы он тебя вдохновлял. Бог вдохновляет тебя, и ты, и твой внутренний мир, вдохновение, и инспирация. Это типа что-то вдумать от этого слова. Вот. Я считаю, что это истинно в этом вопросе. Это мое мнение. То есть вдохновение должно быть изнутри, конечно же, оно от Бога. Но когда ты внутри имеешь этот стержень, то внешний фактор тебе, там, выпил ты кофе, не выпил, неважно. Там, сегодня ли рубль 58 или 70, тоже неважно. Вот. Это, конечно, грустные моменты, когда у тебя в рублях все. Но это, опять же, неважно, когда у тебя внутри построено так, что ты на любой, так скажем, раздражитель внешний. У тебя есть четкая цель, у тебя есть четкое понимание, у тебя не можно ничего сломить. Мне кажется, это самый главный вдохновитель. Как вы вот на это реагируете? Как ваше мнение по этому поводу? Ну да, наверное, вот могу сказать, что правильно. Это, наверное, изнутри откуда-то идет это вдохновение. Но подпитывать вот эту вот внутреннюю батарейку можно извне. Ну, на мой взгляд, я вот так ассоциирую опять свою жизнь и вспоминаю, что я очень радуюсь, когда я, например, меня вдохновляет Бог. Правда, в последнее время эту радость приносит просто жутко, просто до широкой-широкой улыбки. Это вот когда ты, так сказать, испытаешь Бога. И вот помолился, это совершилось, твои планы или что-то еще. И ты, правда, проводишь параллели, что это просто так не могло совершиться. Это совершилось только по воле Божьей. И я просто от этого просто в восторге. Как это могло меня просто... За мной правда у меня есть за спиной опоры, у меня есть правда какая-то основа радоваться, вставать с утра и что-то делать реально для кого-то. или для самого себя, для каких-то целей. Но самое главное, у меня есть вот какой-то стимул. Я не зря живу. Аркаш, ты говоришь, для многих людей это чисто абстрактная фраза. Как Бог вдохновляет? Вот скажи, как Бог... То же самое, что как Бог отвечает на твои молитвы? Нет, я вот тебе говорю. Нет, в прямом. Я, например, помолился об определенном действии, чтобы у меня, например, там... Я из одной точки города в другую попал без проблем. Но я знаю, что это практически невозможно. Вообще совершенно не может быть такого. Но это у меня просто удается совершенным образом. Просто я не понимаю, как это произошло. У меня еще какие-то бонусы при этом пришли. Я там еще и успел какие-то параллельные дела сделать. Бонусы на почту с радаров, да? Я как-то просто... Как я попал так на 150 километров в час? Вот, и совершенно как-то... Просто так человеческий фактор тут ни при чем. И тогда я понимаю, что есть у меня основания радоваться. Потому что я вот реально не просто так живу. Вот, наверное, у меня радость вызывает то, что я... И силы дает. То, что я не просто так живу, реально. У меня есть какая-то цель. Если просто у нас цель в жизни просто встать, выпить кофе, покушать, там, сходить на работу, заработать, а потом в конце жизни мы состаримся, наше тело... Таких людей называются процессниками, которым важен сам процесс. Ляжем, умрем. Это вообще бессмысленно. Мне кажется, что это вообще просто... Конечно, плохо то, что мы забываем об этом. Я забываю, например, бывает. Я так погружаюсь в эту работу, например, или в те дела, которые у меня есть, в эти цели. Я вообще забываю, какое вдохновение. Я даже, честно сказать, забываю, что это слово значит в последнее время. Так что об этом забывать лучше, конечно, не надо. Вот я считаю как раз-таки вот этой проблемой. То, что мы часто очень... Мы в последнее время для многих людей, для людей всего мира, это стало большой проблемой, что все только акцентируют внимание. Здесь дало... Хорошо иметь цель. Я не говорю о целях. Цель – это всегда позитивная вещь. А то, что, скажем, уровень цели, то есть статус цели... Здесь можно применить такое слово престижные цели, скажем, как для тебя, человека такого. Скажем, наши цели могут кружиться только вокруг... Вокруг только наших бытовых материальных вещей. Если это так, и направлено только для нас, только для себя самого, то это очень грустно. А вот, как сказал Аркаша, например, то, что цель, например, то есть дать другим что-то, и если это так в действительности для тебя, то это, конечно, прекрасно. Один момент. Хотел спросить вопрос. Что делать, если нет вдохновения? Вот коротко, последний, как сказать, совет тем, кто нас смотрит. Вот нет вдохновения, ниоткуда, ничего не хочется делать. Что бы вы делали в этой ситуации? Я бы посоветовал просто сесть и подумать, насколько ты весом... Не то, что я не как христианин, для Бога или для кого-то еще, а просто сам для себя. Насколько твои затраты сил и эмоций твоих, просто затрат физических, любых, насколько они ценны, и на что ты готов потратить, и для чего это. То есть цель, вот реальный приоритет, что должно быть в конце концов, насколько это должно быть глобальным, чтобы ты смог добиться этого. А я думаю, что надо иногда себя встряхивать. Вот я так делаю, и тут вдруг сразу вдохновение столько. Ну, мне бывает такое, что надо прям встряхнуться, короче, чем-то, или куда-то съездить, или что-то там сделать. Знаешь, многие люди очень хорошо встряхиваются наркотиками, алкоголем. Кстати, Берн очень помогает, говорят, какой-нибудь напиток такой. Нет, ну я, конечно... Ты что имеешь в виду? Я имею в виду съездить куда-нибудь, пообщаться с друзьями, увидеться с теми, кого давно не видел. Вот оно, вдохновение для меня. Ну, я думаю, важно и то, и то. Есть время остановиться, и главное, чтобы вы находили это время, когда нужно, и смогли заставить себя остановиться, просто встать и подумать, что вообще я делаю. Вот. И потом резко себя встряхнуть. Вот. И найти. Найти и встряхнуть. Я думаю, что к вам нечего добавить, друзья. Я просто хочу сказать тем, кто нас смотрит, чтобы вы... Хотим пожелать вам, чтобы вы нашли ваше вдохновение, чтобы Бог вам в этом помогал. Будьте счастливы, вдохновляйтесь. Всего хорошего. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...